кей давайте лоббэк аудио я так понимаю что нужно было накидывать какие-то эффекты и все такое в общем я перевозил много к видео и получается у нас в мире то они выводом только исходящий звук от дискорд все просто там нажали создается новое виртуальное устройство дойдите в нашу программу там добавил потом виртуальный выход можно добавить который мы здесь создали и тем самым уже делать какой-то многоканально очень сложно очень сложно вот какой-то виртуальный девайс ну допустим telegram 1 1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Медиум сложности, то есть они попроще, чем в прошлый раз, и я собираюсь попробовать проговаривать по максимуму, чтобы, ну, типа, в этом была какая-то образовательная ценность, что не просто так вот тут сидим и паримся, сидеть на задумчивые морды смотреть, а, ну, типа, не знаю, может, кому-то поможет, и какая-то польза будет. Короче, смысл в том, чтобы проговорить можно больше, вот, так, что-то еще раз проверим, что у меня дети, ага, у меня микрофон еще. Так, надеюсь, у меня все еще слышно, я пойду на двумя, и приступим. Стало лучше. Надо больше света, чтобы дать. Забавно смотреть, как я ухожу и возвращаюсь на видео с задержкой. Все еще слышно, офигеть, просто, я просто настолько счастлив, что вообще ничто, даже если мы не решим ни одной задачи, не в трусах, а это шорты, не надо тут, что не в трусах, это специальные шорты с котами. Я готовился, да. А, да, я быстрее, как флэш просто. Я просто успел увидеть на картинке стрима, как я возвращаюсь и сажусь за комп. А, ты в трусах, что ли? Не, я не в трусах, а в шорты. Да, все логично. Ладно, что, поехали. Сгенерируйте скобки. Короче, нам дается число n, это число открывающих и закрывающих скобок. Нужно создать функцию, которая возвращает все комбинации корректных закрытых скобок. У меня даже что-то идеи нету, как это делать. Да ладно. Ну, кстати, мне нравится, что эта задача для лисперов вообще, топчик, куда смотреть-то. Поэтому, да, спасибо за рекомендацию, мне очень нравится. А что, смотри, ну, как бы, сейчас. В духе проговаривания задачи, да, сгенерируйте все комбинации. Это значит, что нам, что, ну, скорее всего, это какой-то вид рекурсии. То есть мы, типа, как обычно там, ну, типа, как перебираются комбинации, мы генерируем там первую позицию и вызываем ту же функцию сгенерировать все остальные, да. И, ну, там, допустим, если нужно сгенерировать все перестановки, то мы берем на первую позицию там на сен вариантов. Для каждого варианта мы генерируем оставшиеся варианты. И так пока не дойдем до одного, когда доходим до одного, там, типа, один вариант. Вот. Со скобками тут какая штука? Ну, тут, в принципе, она так и решается. А, слушай, да, я с тобой согласен. То есть мы делаем три открывающие, потом две открывающие, одну открывающую. Ну, нет, смотри, тут даже как бы проще. Смотри, мы, короче, у нас... У нас есть, ну, рекурсия выглядит таким образом. Мы типа... Донат, где-то был донат. Сейчас... А, куда смотреть? Донат. Максим Том, 200 рублей, спасибо. Сейчас я месяц еще пересмотрю. Спасибо, спасибо. Gona.js? Ну, блин. Давай NGS, что? Да. Ну, у меня, в принципе, все равно на чем мешать. Ну, давайте NGS, в общем-то. Почему бы и нет? Значит, returnStringArray, да, то есть Array. Вот. Смотри, мы, короче, берем как... Это задача свойств предыдущий. Для каждого варианта мы берем нашу скобку открывающую плюс то, что сгенерировали остальные варианты, плюс закрывающую скобку. Либо открываем-закрываем и потом сгенерировать все варианты. То есть это, ну, типа, бинарная такая штука. Сейчас, не знаю, понятно объяснил, нет? Я ничего не понял. У меня только идея в том, что мы берем, ну, типа, у нас N равно трем, мы начинаем с трех открывающих, вот как в примере. Потом мы уменьшаем N две открывающие, потом одна открывающая. Вот. Не, смотри, короче, давай вот так вот. Если N равно одному, то return вот так, правильно? Типа массив из одной скобки. Ага. Иначе, значит, что мы говорим? Сейчас. Ну, давай сделаем var. Я не помню, как там. Короче, да, допустим, это var. Там лет, const var, короче, наверное, лет можно писать, да? Наверное, лет, да. Рез равно вот так. Так, значит, допустим, мы скажем generate, давай вот так вот, N минус 1. Сейчас. Давай их назовем vars, вот так вот, да? Это, короче, массив... А что он как-то странно подсветился? То есть это массив того, что сгенерируется без нас. Теперь нам нужно сделать vars, кстати, ну ладно, допустим, vars for each s. И нам, короче, нужно сделать res push. Скобка открывается, плюс s, плюс вот так. На самом деле здесь даже вот так вот будет. Как-то. Сейчас я, короче, не помню, JS синтаксис. Очень сложно писать одновременно на... На Kotlin, Java, Python и JavaScript. Потому что там где-то, короче, я до сих пор не могу запомнить, где 1, но стрелочка вот такая, где такая. Ну, как-то вот так, короче, давай посмотрим. Я, короче, недавно был на интервью. Недавно был на интервью, и надо было... Ну, я выбрал питон, чтобы решать задачу, и писал имена функции, типа в этом снейкейсе. И потом я офигел от того, что... От того, что питон не умеет снейкейс, там нужно underscore вместо дефис. Я такой, что? Вроде умел же. Я сидел там, минут 20 купил, почему у меня функция не работает? Что-то мы забыли. Надо копичку бать. Аксана кончился? У меня не то, что честь. Апечис. 118 доноров. 118. Влад, это не этот самый. Я могу что-то переводить. Я его попробую. Так, ну я тебя слышу. На тебя, наверное, никто не слышит, кроме меня, да? Вот, слушай, Влада, в следующий раз так. Звук начал портиться. А они так, типа, триал, 10 минут, а потом это самое. Идите нахер. Ну, сейчас еще кряк искать. Не-не-не-не-не-не-не, сейчас. Я все-таки думаю, что как-то можно вот эту херню запинать. Я почти уверен, что как-то можно ее запинать. Ну, а как? Типа, вот как-то так должна быть. Но она почему-то не работает. Да, мультистрим, мультистрим. Ну, Саша, почему у нас вот такой вот штуки нет? А, слушай, вот тут какая-то ерунда же. Что тут происходит? Непонятно, да? Здесь нужно было нажать кнопку «Саша, она не хочет сказать, что нужно сказать вот так. Да? Раз-раз. Я тебя слышу на стриме, я слышно. Лубек идет нахер. Влад, ты зря потратил 118 долларов. Интересно, я рассказал конец своей колл-стори, или она кончилась там на половине? Давай заново. Короче, я был на собеседовании и решал на питоне, а до этого я писал тестовое задание на кложе и начал писать имена функций в snake-кейсе через defice. А в питоне с удивлением заметил, что там не работает такое. Я 20 минут пытался отдебажить, почему у меня не работает функция. Да, я всегда колл-стори рассказываю. Почему? Подожди, в смысле, ты не можешь написать функцию, которая кемилкейс? Да, ты не можешь написать вот так вот. Def, фу, блин. Куда ты пишешь? Def, фу, бар. Вот так не работает. Прикинь? А, ну в смысле, с defice именно? Да, с defice. С defice нигде не работает. Come on, ты чего? Ты как в кложе так работает? С кложей даже вот так работает. Ну, а ты знаешь, почему? Да, это кебаб-кейс. Это потому что минус, типа, это операция зарезервирована в языках. А, это кебаб. Да, я попытался. Подчеркивание. Типа, все сишные языки не могут defice в именах, потому что они начинают думать, что это минус, что одно переменное от другое отнимаешь. А в кложе, поскольку минус это, типа, такая же функция, как и все остальное, там нет такой проблемы. Да, ну, короче, я очень сильно затупил и такой, типа, блин, там такая была простая задача, я так тупил, что я такой дома, ну, типа, я бы сам себя не взял никуда. Я считаю, что мне часто надо на таких штуках хвалить. Нет, ну, мне сказали, что я прошел, но у меня было очень стыдно, я такой, типа, блин. Я как-то, ну, в гугле, я не вспомнил, как писать, как в джави цикл фор пишется, потому что я на кложе прогал, а в параде все время приходил, типа, на джави. И они такие, ну, типа, пиши на доске, я такой, так, ну, здесь форкарш цикл, и что-то там написал, там, типа, двоеточие равно, там, что-то, не знаю, и, похоже, завалилось за того, что не мог вспомнить, как пишется. Ну, это жестко хвалить на таких, особенно на доске. Ну, что, мы хотел сказать за пароли задачу, но, возможно, что не за пароли. А мне интересно, порядок сгенерированных строк, он будет? Я очень надеюсь, что нет. Сколько надо знать, чтобы что? Я не успел прочитать. Так, сейчас я скажу, потому что у меня здесь отдельное устройство. Сколько надо знать, чтобы Кирилл решал эти задачи на скале? Очень много ребят. А ты скалу умеешь, что ли? Ну, я на ней писал даже, но я сейчас нихера не... Ну, как бы с доками, может быть, напишу одну задачу за час. Так, давай, короче, задай, ну, типа, мы все решили, только у нас теперь нужен сет, а не этот самый. Здесь у сета, короче, функцию называется ADD. Вот за что я люблю Clojure, и за что я не люблю все остальные языки, что у них все называют... Ну, блин, хотя нет, у них в мапе тоже другая функция. Что у них есть функция Conch, типа, и она во все структуры добавляет. А в какой-нибудь джаве ты сидишь, короче, в лист это put, в мап это ад, где-то это set, короче, и ты сидишь, вспоминаешь, что кого. Да-да-да. У меня вообще бомбит, что везде разные эти методы. В смысле, set нельзя так написать, что мне так же не написать. Я же скрипт не знаю, просто поэтому. А, это, когда в жало скрипте, я сейчас забыл. Да-да-да, так, сейчас какую-то эту штучку вывести, это что, что там? Из not валит в элифу, экспертит, а, ну, типа, сейчас вот так вот. А теперь, наверное, конвертнуть результат теперь нужно в этот. И только в пыхе красота, есть только ordered map. Ordered map, типа, ну, камон, любимая структура. О, аксептит, слушай. Хорошо, что он порядок не это. Ron Cancer, а что Ron Cancer? Что-то мы где-то все-таки... Видимо, видимо, мой гениальный план объяснить, что это суперпростая задача не удался. То есть есть какие-то еще, что ли, варианты? Так, ну, давай, короче. Ну, как не портится по-любому. Не-не-не, мы думаем, что-то подолбали где-то. Нужно как-то сравнить. А сейчас давай вот это, короче, возьмем, создадим, ну, вот файл, да, и типа, что мы вывели. Так. Ой. Вот то, что мы вывели? Блин, а как это все сделать-то? Как отсортировать, допустим? Как понять, что мы? Давай, такой вариант есть, да? Знаешь, как я предлагаю делать? Такой вариант есть. Как копируешь первую последовательность, ищешь ее во второй строке и удаляешь, и удаляешь, и удаляешь. И у тебя результат остались в то, что не совпал. Такой вариант есть. Я на самом деле... В уме мне казалось, что это гораздо более простая задача. Такой есть. Мы что-то продолбаем, что ли? Как такое? Может быть... Вот, две жопы, короче. Вот, двух жоп нету. А почему? Ну, блин... Что, задача не сводится к предыдущей, что ли? Это очень плохо. Это очень плохо. Да, задача-то интереснее, чем я думал. Я-то думал, мы сейчас и решим. Так, все пропало, да? Да, да. Вот этот ключ-вариант мы не сделали. Окей, окей, окей. Ну, типа, как вариант мы можем нагенерить все промежуточные варианты. Попробую валилацией. Перебор с валилацией. Питоне самый обычный дикт ордер призервинг. О, это, кстати, вообще гениальная штука. Знаешь, почему в Питоне дикт ордер призервинг? Нет, почему? Короче, они обнаружили, что они, типа, сделали мапу, да, дикт, и они обнаружили, что многие разработчики закладываются на порядок ключей в этом дикте. А, что слышал такое? Да, 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 да. И такие, да, что делать, давайте запоминать этот порядок. Ну, а, типа, а если там он превышает сколько-то, этот порядок ломается. Но разработчики не рассчитывают. Блин, мне кажется, это очень неумно закладываться на порядок. Ну, давай напишем тупую версию. Но теперь мне, как бы, конечно, уже интересно, как-то написать нормальную версию. А ты понял, почему у нас нет двух жоп? Да. Это я понял. Меня очень бесит макбучная камера, потому что, чтобы мне было удобно смотреть в экран, у меня пол лица отрезает. А если делать, а если делать, чтобы у меня было всего видно, мне нужно ломать глаза. Так, теперь Ронг Ансер. Очень интересно. А, подожди. Ой, короче, все. Сейчас. Допустим, первый вариант это мы оборачиваем все, что внутри, а второй вариант мы берем от одной скобки до n-одной скобки и складываем эти два варианта. Жопа, конечно, но что делать? И теперь нам нужно сделать left for each блин, да, конечно, это все надо обдумать. Я-то думал, что все проще решается. Я был уверен в этом. Возможно, что это полная засада и неправильно. в код анимап of тоже linked hash map создает, по крайней мере, на jvm. О, решили. Ладно. быстрее, чем 36% всех JavaScript решений. Но это жоп какая-то. Мне кажется, должно быть более... Вложенных, мне кажется. Да-да-да, это очень... Мы типа... Мы очень с запасом обходим все решения, скажем так. Но я что-то сейчас не в состоянии придумать, как... А как нам выкинуть то, что мы уже решили, интересно? Как нам что? Выкинуть то, что мы решили, ты говоришь, что мы с запасом обходим все решения. То есть, по идее, можно же как-то отфильтровать, наверное. Ну... Я не знаю. С другой стороны, мне сейчас уже не кажется, что мы с запасом обходим. Почему? Но тут типа мы очень много осылаемся на... Возможно, нужно кэшировать еще варианты, типа... если бы... Ну, типа, мимо айс сделать, как, конечно, в клаже. Давай кэш делаем. Вот так вот. Я чуть не понял. Ну, ты мимо айс. Нет, мы еще белье стали. Ты в конце сделал кэш n равно рез. То есть, ну, положить в кэш. А возвращаешь, потом опять рез. Я не понимаю, зачем нам кэш здесь. Чтобы мы здесь начали проверяем. если мы уже решали этот для этого n. Мы тупо возвращаем то, что мы уже решили. Понимаешь? А-а-а. Упс. Но мы стали медленнее решать. Не знаю, что это забыл. А по памяти тоже у нас хуже стало? Не, по памяти лучше. Но, блин, память, мне кажется, это такое. Ну, короче, мы ничего не с оптимизировали. что вы сказали. Ну, обидно, да? Почему? Пытаемся решить лучше? Да, можно. Слушай, мы можем перейти к второй задаче, потом если времечко у нас останется оптимизировать. Давай. Давай. Запомнили-ка. Запомнили эту задачу. Ладно. Ну, либо, если ребятки захотят продолжения, можно донатиками это поддержать. Да, да, да. Здесь, короче, значит, я уже читал объяснение, да, но смысл следующий. Тебе дают строку, ее нужно превратить в число. Число нужно ограничить 32-битным интеджером, вот это я подозреваю будет самая большая засада, и проигнорить весь левый input, то есть, типа, пробелы всякие в начале, если в конце есть слово, то это все нахер выкидывать, ну, короче, нужно, тебе дан стрим, тебе нужно поглотить число, короче, если оно больше, чем maxint можно последовательно добавлять открывающую и закрывающую скобку и отсекать невалитные последовательности, это очень дурацкая задача скипать, и кого про int дурацкая, или предыдущая, непонятно, донатили, да, 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 ну, а, я не знаю, почему дурацкая, то есть, единственная дурацкая, мне кажется, что 2 в 31 отсекать, а в остальном, она, по-моему, довольно простая, что, типа, берешь, идешь поэлементно, и копишь счетчик, там куча искусственных хад-хок, эд-кейсов, да ладно, сейчас напишем, какую-нибудь версию напишем, давай, а, значит, рез равно нулю, и как в питоне, вот так как-то, да, ты же питонщик? А, да, да, да. Окей, значит, мы идем, значит, по индексу, if, s, it, да, нам нужен еще, там сразу, фолз, не кранутру, and, ну, допустим, вот так, forze, m string var, ну, ну, давай, вот так можно, давай так, давай его назовем, csh, значит, если, if, а можно сравнивать, интересно, вот так вот, не понятно. Можно брать код, ассиичные символы. А как? Орд, по-моему, орд. орд в скобочках а, например. О, круто, о, блин, слушай, видишь, с тобой прикольно решать. орд в скобочках аж больше орд 0, короче, если это честный, и and орд h меньше либо равно орд 9, да, нет функции. Лубак заработал. Влад, не заработал твой лубак, полный отстой вообще. Он, он через 10 минут начал просить денег и подмешивать шум в наш стрим. Говнище, мы зато на, как там, на Блэк Холле, короче, все это подняли. Вот, сейчас, как он называется, это Блэк Холл 2 Ченнел. Он каким-то образом заработал, это бесплатно ставится с гитхама штука. Ого. Забавшийся в Телеграм, не там, не там, не заработал Телеграм. Телеграм, все равно, Телеграм не заработал, но заработал зумзу. Я купил лунбак за 118 баксов. Лох. Ладно, бывает, бывает, да. Я бы тоже купил, сам делал красивого глиф, может быть. А если бы заранее, то все делал. Плюс орд саш минус орд ноль, да, как-то так. Похоже на, правду. типа, мы составили просто обычное число. Если, короче, сравнимо с пробелом. Нам нужно еще какой-то стартит сделать. стартит равно фоллс. Типа, что мы начали уже парсить число. стартит, ничего не делаем, да, continue, что там есть такой continue. пишешь, есть, Окей, и если числа закончились, типа, нам нужно еще на конец строки проверять, да? Не, что на конец строки у нас просто цикл закончится. Но здесь вот, типа, просто break, вот здесь вот continue, здесь continue, здесь вот not стартит. Типа, минус может быть только первым. Иначе break и return рез. Ну, он сломается, наверное, на каком-то очке, если понятно. На 42 прошло. Делаем submit. Э, блин. Потому что минус у тебя, минус этот white space стоит. Не, я забыл, минус применить. Так, значит, и фрез больше. Я не знаю, как в питоне с минус int, по-моему. С большими интами. Там дикант. Вот, сука, плюс один еще. плюс надо обрабатывать. Хорошо. Давай. чего интересна 7 и 8. Но там разные пределы для... давай сразу сюда. Давай сразу сюда. Если она больше вот этого... Ладно, пойду спать. Хорошо, стрим, ребята. Кажется, смотрю на эфира. код вонлап. У-у-у. Наспокойно, число от... Мимо самой задачи, еще куча говна. Ну, смотри, мы решили быстрее, чем 5 процента. Поэли процент, я попрошу. Зато по памяти 7,9 процента. Ну, мы сэкономили на память. Я не знаю, в чем засада, почему мы так, правильно, решаем. Чего, типа ордов. Ордов нужно... Слушай, можно орд вынести в... Ну, типа, у тебя, видишь, орд CH, два раза, даже три раза выполняется. Ну, я как бы вижу, да. Давай. Вот так сделаем. Но, что-то я сомневаюсь, что это на хоть на что-то повлияет. С другой стороны... Сейчас. Или орд CH еще, посчитай сразу перед... Да, да. С другой стороны, кто его знает, как там перформанс в мире, да? Орд 9 надо было в конце. Почему? А, Высший, высший ты орд 9 на орд 0, поменял, да, вот здесь. Не, не ускорились. А я не знаю, а как тут, как тут можно ускориться, да, вообще. Проверку на пробел перенести в начало. Как тут может ускориться? Право один водил, слушай, вообще ничего не влияет. Ну, ладно. Ну, факт, эта задача, короче, неинтересна. Ну, она какая-то очень простая, Типа, просто, как его? Она продистична арифметику, да. Примени кучу этих условий и все. Ну, да, ну, ну, как бы прикольно, как, типа, интересно, в принципе, понимать, как десятичные числа из десятичной записи превращаются в математические числа. Это, в принципе, мне кажется, интересная штука. Вот. Окей, ладно. Результатом, я, конечно, недоволен. Сколько, какие мне выплаты положены? Никакие не положено. Я уже задач 5 тут решил. Сколько, как посмотреть мои успехи? 289 рублей, твои успехи. 289 рублей. Подожди, а я не... Про донаты. Я понимаю, да, да, да. Ты про эти хочешь, про монетки посмотреть? А, 289. Все, мы типа, запрос был на скан. Ну, мне просто, здесь есть какая-то мера, мера успеха. Моя лист... По идее должна быть. Прогресс, во, прогресс, наверное, да. Я сделал, я сделал 6 задач, короче. Аксептит, неправильно. Бля, они считают все сабмишены и только успешны. Близ, да. Очень странный этот кипя и нет. Да. Ну, да, чё. Ну, ладно. Имеет право. А, про скобочки, про скобочки, про скобочки, про скобочки. Чё, надо подумать. Чё, давай подумаем. Он там пишет в чате проверку границ внутри цикла можно... Внутри цикла можно перенести, чтобы раньше выйти. Или всё-то тебе надоело эта задача. А где мой сабмишен? Он чё, проебался? А, вот он. Проверку границ? Какую проверку границ? Вот это? Я не понимаю, я просто чат говорю. Ну, это олимпиадная оценка. можно и вынести, но я чуть не верю, что это что-то повлияет. А, потому что мы Орд, Ордич. Ордич забыли, да? Не, они вообще не очень не влияют. Ну, ладно, пофиг. проверку на большие числа. А, а, вон чё говорят, смотри, чё, вот это нужно в цикл занести. Ну-ка, что бильярды не считают. Новый год, ориентированная область, как бы ваше confiance и больше, но будет удачи. Okay, выдачи. скорее всего не очень красиво наверняка можно как-то сделать да не ничьи ничьи не влияет ладно пофиг не знаю может они не знаю давайте лучше про скобки подумаем на короче в скобках должен быть какой-то способ входить вот эту конструкцию но я что-то не соображу какой все говоря мы можем выкинуть вот это вот типа забыл пройти сколько типа как-то мы решали зависли что я сам себя вызываю потому что логично самого себя лучше не вызывать ладно вот это чуть не гороши не знаю ты решать давай пойдем на хаки ранг очень весело порешаем она кладу уже задолбал этот питон да значит смотри донат донат пришел донат смайл опачки хорошего всем спасибо так хорошего стрима спасибо отлично значит тут есть короче интервью а есть functional programming я даже фанкшел программ решал в интервью пойдем в интервью а мне интересно что функция программинги отличается интервью какие-то хитрые специальные задачи ну типа ну вот смотри лист реплики акселева типа 97 процентов это совсем как-то банальщина мне кажется неинтересно что он 91 процент очень сложно ну давай попробуем о нет что-то читать надо кубы какие-то давай видим допустим поставим что было не совсем скучно кстати вот короче на хакер ранг и будет за performance то есть если ты неправильно медленно считаешь тебя прям не пройдет задача он ламда вычисления ты умеешь ламда вычисления чего приквай танцер из интеджер вечером и enter in the text box do not live и не лиденко трейлинг спейс а не это что это реально нужно лямда вычисления знать это даже не программа типа там не нужно задача на каждому программирование задачи призем транспорт конки полигон sub string все очень кодовый 50 короче в 1974 году очень быстрый алгоритм поискал а сюжетов читал эту штуку называется комп алгоритм с линейной сложностью ваша задача здесь решить этим алгоритмом или похожим функциональном языке вам дают две строчки текст и паттерн найти существует ли паттерна три строки первая строчка содержит число т которым содержится количество тест кейсов теттес кейсов фау ничкейс ул картин ту лайнс each контейнер кастринь first-line контент текст последний контент патт вот и кстати очень странно но типа в том смысле что если я правильно понимаю что такое кмп алгоритм вот этот это алгоритм про то что приготовьте строку который вы будете искать да типа предрассчитайте там структуру данных для нее а потом быстренько ее применяйте а тут типа каждый раз новая новый паттерна в принципе можно его запилить форичка есть пинтесы в и партнер текст азербайс но и типа есть но если с окей значит мы хотим решать не на хаскере точно введите свой код код сюда короче единственная здесь засада 10 им короче нужно реально ридлайн писать вот это вот все так значит смотри погнали видно тебя да синтакс синтакс кожа или кожи другой где он значит лет лет лайнс лонг панс лонг ридлайн типа вот так вот ду сек ду сек и путь виду лайн или как нам текст твати ридлайн здесь не так часа ду таймс лайнс лет текст паттерн ридлайн и короче здесь мы должны написать что-то типа дефон салф текст паттерн да и наша наш наше решение выглядеть вот так вот и салф текст паттерн паттерн println yes но короче вот так вот и сейчас я вспомнил что у меня есть проект который назывался twitch так и скопировал же херню да дон сейф где и у меня вот это все было мы назовем эту задачу нс twitch кмпфп допустим да а сейчас я вспомню как там кого че вообще а ну и у меня девтесты а в майне я вызываю просто run окей вот это короче идет в коммент потому что это мы будем копировать туда а здесь мы напишем девтест да и require скопируем сейчас это короче немножко инфраструктуры но это прям чутка вообще по моим меркам require devtest тест не знаю тест не суть из равно true solve значит вот так вот ну по сути те тесты которые нам даны да computer пути мутер стринг матч а ну а на самом деле потом нам нужно конечно будет пойти и реализовать этот алгоритм по честному он вроде прикольный хоть и мутерный видеобокс 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 так записываем это вот так вот проверяем где-то здесь был build да компьютер мутер а ну да потому что здесь должно быть все все тесты прошли зашибись значит чем дело мы идем и копируем вот эту часть сюда и копируем вот эту и запускаем просто проверить что она работает просто проверить что она работает типа мы еще не реализовали конечно некую алгоритм взяли библиотечную функцию из java мы взяли из кложи но кложа живет на джаве и использует функцию джава и дела прошло смотри ну оно прошло но скорее всего типа будет тормозить сейчас потому что мы очень медленно сделали ну типа там наверняка сколько у нас здесь вот нужно стоять до 100 тысяч короче элементов наверняка там sub-string тоже по километрам вот ну это хорошее время чтобы пойти и начать читать алгоритм кнута мориса прата бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла ищется схождение слова в строке с бэкграунд и у тебя первая буква не совпало дальше ты н букв можешь пропустить потому что они точно типа не совпадут но засада в том что если у тебя где-то в середине есть в середине паттерна есть повторяющиеся буквы вот тогда тебе ты можешь прыгать только на какое-то другое ну вот короче мы завалили только 4 тест кейса и завалили их по таймауту что логично мы можем посмотреть что это за тест кейсы но мы как бы в принципе так знаем что тест кейсы поэтому пойдем короче проверять ох нихрена тут в принципе не так много давай короче читать это читается еще на экране что больше сделать вообще открыл в отдельной вкладке в википедии и читаю там в этом же да ну там вот а вот и и вот вот и и и кмп makes use of previous match information that the straightforward agreement does not in the example about when kmp sees a trial match fail on the thousands character because as it will increment m by one but it will know that the first in the new position already match я еще другое как будто с концерт давай по примеру может понять не будет допустим слово у нас а b c d a b d и строка короче где мы сейчас находимся и и это индекс текущего текущей буквы в в каждом шаге алгоритм сравнивает строчку и символ и увеличивает и если они равны ну логично с пробел не совпадает с буквой d которую мы ищем вместо того чтобы начинать с позиции 1 мы замечаем что буква а не было между позициями 1 и 2 с следовательно мы короче начинаем с новой позиции сердце м равно 3 и и равно 0 здесь match файлс и типа сбрингте описание структуры какой-то ничего не понял если честно этому горит мне кстати написали в канал чеки коммент спросили почему нет скалы хаскала где зрелище скалы хаскала ты знаешь что нить из этого вообще я не готов так сходу я написал 2000 подписчиков будет паскал поэтому тысячи где в твиттере в этом в канале канале а сколько это сейчас так 642 в принципе можно и в твиттере с твиттере будет раньше 2000 можно там тоже где-то в таком же порядке 1600 с чем там у нас в комментах люди все умеют вот смотри першил матч ты был т то есть как короче из края белого вот это вот я думаю как раз то что и составляет мясо алгоритма потому что там все остальное интересно он там до портал матч-то его языки и дырочный важный человек сам сегментом с моим тинька ген ниша сегмента запахами на лозе китвич плейс нет мальчик мальчик вот континент искать то есть что же такое то они все еще не могут описать почему нельзя просто короче взять и сказать алгоритм такой делай то делай все делай вот это чуд это за растекание вообще по дереву тестина текста какая сушатом по-русски по-русски кстати порует это может быть не было что понятнее потому что обычно по-русски короче пишут это алгоритм ахака они отложены ахакарасик я слышал но мне название нравится предположим что первое несовпадение произошло между t и плюс g и sg тогда ну вот короче таблица пи нужно вычислить перед началом поиска поскольку строка ты будет пройдена ровно один раз суммарное время работы будет равно о m плюс n генты на текста т а вот кстати тоже пишем для где где почитать но посмотрим по короче prefix functions считается префект функция образца очень издеваетесь что то есть всем до алгоритм короче стоит в том что типа самая интересная часть мы опустили а дальше вы типа рассказываем как двигаться увеличивать индекс на 1 до окей ну вот давай посмотрим префикс функция определения вот вот это кстати наверное то что нам нужно господи чё так сложно-то очень сложно давай почитаем определение может здесь понятно будет требуется выше для нее прессе функции то есть массив чисел пи это где пи это определяет следующим образом такая наибольшая длина наибольшего собственного суффикса на строки совпадающие с ее префиксом собственный функций значит не совпадающий со есть такой частное значение пи ноль полагается равным нулём а теоретическое время при пункте можно писать так например у строки abc abcd префикс функция равна 0 0 0 1 2 3 0 что означает у строки а нет нетривиального префикса совпадающего с суффиксом нет нетривиального префикса мужики че делаешь я думал что здесь будет попроще префикс длины 1 совпадает с суффиксом abcd а ну как бы смысл то в чем сейчас блин этот алгоритм работает за о н куб я один себя чувствую тупым нет да тут надо разбираться короче чё-то надо прям разбираться я вообще не понимаю как они эти префиксы вычисляют ну тут лишь математика сейчас мне как бы хочется понять понять что делает эта функция если я правильно понимаю то смысл примерно такой смотри если мы короче замочили abc ab уже и дальше у нас есть вот здесь вот идет какая-то буква там x которая не замачивалась с какого места нам нужно начать искать нам нужно начать место с до которого мы дошли минус 2 потому что короче а б а начинаться вот здесь уже слушай дальний кажется понял если мы замачивали abc abcd да то это опять ноль потому что abc здесь быть не может уже abcd а не может быть и видимо короче магия состоит в том чтобы посчитать эту префикс функцию как-то быстро быстро вот здесь она типа за n-куб считается по сути мы берем короче нам нужно взять паттерн посчитать вот такой массив в принципе и потом поэтому массиву что-то там херачит и мы можем посчитать чему инкуб то кстати потому что нас abc если было баба dbcd было бы наверное 4 вот даже ярик пришел привет ярик если они по минуту вроде не хотел комментировать напишите лишь сначала алгоритм мориса прата кмп реально очень запутанный так типа есть мориса прата а есть к нута мориса прата нифигасе я ну чё будем делать или на ченьку попроще переключить пыл ты у руля поэтому да мне тоже на же перерыв технически на минутку слушай я просто думаю что нас времени так много чтобы вообще сделать он там что-то есть ссылочка представляю такую задачу на собеседование просто я встану молча и уйду молча и удачи уite ну 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 мне кажется просто показывает а вот тут есть отдельная кнопочка юзеры прикольно прикольно антон как ты догадался что из комментарии если они анонсировал что включил комментарии самое главное задница там вот эту префикс функцию сделать да 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 она в этом и состоит ладно окей давай короче тогда у меня такое предложение давая в этом попробую разобраться к следующему стриму что есть ощущение что это можно все объяснить ну типа на пальцах если ну как бы если ты понимаешь что-то на пальцах то это гораздо проще писать и веселее ну что ну допустим вот эта штука здесь там два параграфа текста да но смысл очень простой здесь типа насколько мы можем продвинуться насколько назад нам нужно отшагнуть чтобы начать сравнивать по новой кстати нам не нужно даже сравнивать по нужно вот поэтому у нас да мы у нас типа изначально была задумка полтора-два часа но вот полчаса мы прям удохались с аудио поэтому типа давайте простой еще решим два часа в девять часов мы закругляемся на 9 по берлину 8 10 по москве поэтому давайте возьмем простую задачу которую мы решим за 20 минут давай вот интервью practice warm-up race sorting dictionaries и хэшмэпс вы кстати как нибудь я кстати вот недавно думал на на коме стриме хэшмапу реализовать мне кажется прикольно нужно там реализовать хочу how to access and use 2d рейс рейс left rotation new year chaos минимум swaps 2 рейманипуляйшн ну ну ка давай посмотрим что здесь не вверх при этом у них такие описания что знаешь короче читать дольше чем чем решать делать ладно долго читать давай посмотрим вот это чё тут для стратегия пришел рейс шифт и чикаго рейманс ван юниту золы как ленты фуншн трофт нефт не торговал нас короче 1 а нет есть кожи смотри-ка в руках короче надо передвинуть количество символов конец да похоже да значит input чё тут у нас рот лифт коза фаун параметр массив который надо повернуть и d число поворотов нужно вернуть такой же массив first-line контейнс тускай спешит и тинжи нд кн это размер массива d это количество насколько на повернуть и и значит а дальше идет массив да вот и они нам услужливо написали вот эту всю байду что очень хорошо ну сейчас ну-ка я хочу просто интересно что они сделали них вектор да массив это вектор и так понимаю блин это очень просто да то есть мы просто прибавляем к индексу н типа мы берем индекс текущего элемента прибавляем к нему число d делим по модулю размера и получаем новый массив то есть по сути это map в а а вот здесь вот у нас должно быть нс а плюс д мод так что только на это не про канал неправильное количество аргументов перед на вкус если вы передали это количество аргументов я . ничего подожди я куда-то неправильное количество аргументов передал как куда сюда а потому что я не сейчас неправильно неправильно да здесь должен быть рейндж каунт а и здесь нас должно быть процент ну 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 у решили ладно хочу вот решать объяснить он почему по модулю не вместо на и сейчас уже глава отключилась давай погнали до объяснения можешь объяснить просто я думаю что я надеюсь что я не один такой ну вот смотри не да 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 я так и хотел же изначально не просто иногда забываю пропуская промежуточные шаги но вот смотри вот у нас типа исходный массив да вот первый его rotation то есть все элементы сдвинуты влево на 1 ну те которые перевалили за границу они заходят типа сзади обратно ну да 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 и третий rotation ну и смысл то в чем смотри вот это был нулевой элемент да на его место встает просто первый элемент если rotation 1 если rotation 2 то на его место встает второй элемент типа вот этот элемент идет вот сюда на 2 влево то есть то где был индекс 0 туда нужно записать значение с индексом 2 если rotation 2 и так для каждого элемента а модуль потому что тебе нужно просто врапаться через границы но модуль как бы это почти всегда в таких случаях нужно грубо говоря чтобы типа 5 элементы к нему прибавил 2 получился 7 типа откуда брать 7 его нужно брать из первого можно кстати вы выебнуться и сделать через функцию cycle сейчас блин есть короче такая клёва функция в коже называется cycle не знаю знаешь ты или нет вот она овощника не должна в жизни ни разу не использовал а есть это короче смысл такой она берет твою коллекцию и возвращаете lazy sequence который состоит из твоя коллекция твоя коллекция твоя коллекция то есть типа без залупленная твоя коллекция бесконечно непонятно зачем она нужна но в принципе вот если мы не хотим брать модуль ты мы можем здесь сделать cycle а а здесь вот тогда не брать модуль то есть мы делаем вид что вот эта коллекция у нас бесконечно 1 до типа она состоит из повторений самой себя типа 1345 1345 и так далее так далее так далее тогда мы можем для пятерки брать реально седьмой индекс потому что он реально там есть вот посмотрим проканает или нет но в клоу же мне кажется такие задачи очень нечестно решать о ничего себе мы где-то завалили но возможно по перфомансу не знаю то не подожди назад музыка орет не ничего не слышно у меня но я кстати окна закрыл свой пластик у меня сегодня и рабочий прям просто фигачит по максимуму короче вот такой садишь чтобы не заканчивать на неправильном садишь они ну такие задачи легко давай еще 70 процентов компании спрашивают эти задачи на собеседование между прочим не хухры-мухры вам дана массив 6 на 6 окей есть массив 6 на 6 что-то формируется хаур глаз но типа индексы а b c d e f g индексы расположены вот такой ебанутый или был ты патин вот делать единички вот здесь вот стоят лишь их аургасом из самого фон хау голос вели какой зигарка сам по их округлаза рейзин принзы максимум хангасом за рейду always be six по six короче нам нужно вот этот паттерн взять и наложить его на ты-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-16-го глаз он сыхаясь хангал сам из 27-го года геннам вам короче максимальная сумма если вы если вы чё-то решали уже на джаве то вам это не интересно короче вам дают массив вот такой экспонейшен и бла-бла-бла но короче смысл в чем давайте нам дают арей первое что нужно понять чего чего там рейда значит тут что-то короче происходит крыше нам нужно понять двумерно это массив или одномерный вот вот что нужно понять судя потому что господи кто так пишет это отвратительная щек кожа как нельзя писать ты видишь что они делают они короче хуячат цикл внутри цикла делают дев ну типа да 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 переменной который уже определена и этот дев перезаписывают предыдущим значением этого дева добавляя туда короче то что уже было сделано вот но мораль то какая смысл в том что это вообще законно это незаконно но смысл в том что это массив двумерный он состоит из сначала строчек в каждой строчке по колонке да значит что нам нужно сделать нам нужно соответственно взять этот двумерный массив мы знаем его размера 6 на 6 и нам нужно вот эти вот классы пойти и по подставлять соответственно мы поскольку мы все размеры знаем и размеры этого хоргласа и размер вот этой херни мы знаем в каких пределах может колебаться индекс то есть их у нас может быть от нуля если их органом левый верхний угол до от нуля если начинается здесь до 1 2 3 получается если он качается здесь то же самое для игрека поэтому мы идем и пишем значит x range 3 то есть от 0 до 3 до y range 3 тоже от 0 до 3 то есть мы короче делаем цикл по x и y дальше нам мы типа знаем допустим координату левой верхней штуки которого мы взяли теперь нам нужно почитать этот сраный хорглас сам схват глаз сам это довольно тупая штука это будет сумма да а теперь нам нужно написать кучу короче операции нс и они будут примерно такие сейчас я не так защища мы берем вот так как проще писать нс и y сейчас и y это координата по иксу игреку да дальше нам нужно x плюс 1 соответственно мы делаем вот так вот это скобок не дозакрыл x плюс 2 она сложно не очень сложная задача получается просто много писать надо по сути ну да не так уж и много давай здесь напишем сейчас здесь короче y плюс 2 x занат пришел от щитега и дерзких душнил ровно до пятихатки добили до пятихатки от чатега твиттерских душнил привет спасибо очень приятно твиттеру привет да значит y плюс 2 x плюс 1 и x плюс 2 короче вот так вот это наш что-то короче здесь где-то скобки не дозакрыл главная засада в этом это закрыть скобки значит это хор глаз сумм и теперь мы просто пишем здесь макс они они так сейчас макс apply макс так вот то есть мы применяем функцию макс макс принимает произвольно качество аргументов и да про не пошло да ронг нам бро фан спасту эндс почему потому что вот здесь вот я как-то корял все написал так скобки скобки кожи главная проблема какая скобки неправильный ответ слушай а потому что здесь нужно 45 я как-то писал на реакции и ты типа говоришь что с кожи проблем со скобками в реакция задолбался закрывать скобка такая такая потом . запятой надо ее не надо на там же еще у них от синтез джейс xd который такой типах рада рада это мэль и там нужно по-хитрому вставлять javascript html типа это но это все не настоящее ох я представляю я никогда не писал но я представляю там пишу часть просто всегда думал что скобки это пролист окно же это лист кожи то лист конечно так кто-нибудь . спрашивать да погнали давай объясним еще раз значит что мы делаем мы делаем очень простую штуку у нас есть вот такой вот массив примерно мы создаем последовательно секвенс в коже терминах которые мы варьируем координаты левого верхнего угла вот этого паттерна он у нас двигается начиная от 0 до соответственно 333 одно отдельно x варьируем отдельно y варьируем то есть мы по сути перебираем вот внутри вот этого куба примерно 4 на 4 мы перебираем все комбинации иксов и игреков это соответственно наш for отвечает за это x range for значит что мы типа перебираем от 0 до 3 включительно но типа 4 исключается до 0 1 2 и 3 и здесь соответственно типа к это пишешь два выражения это сначала мы итерируемся поэтому для каждого варианта икса мы перебираем варианты y тоже от 0 до 3 дальше для но типа теперь у нас позиции левого верхнего угла известно и нам нужно собственно взять и вычислить вот эту вот херню это значит что нам нужно взять вот этот элемент вот это да если вы вот этот вот допустим нужно взять вот этот элемент вот этот вот этот потом вот этот добавить и 3 вот этих и типа их все просуммировать вот собственно мы кэнсом и это делаем арет двухмерный массив поэтому мы сначала лукатимся по строке строка у нас соответствует игреку а потом лукатимся по иксу икс ну типа колонка соответствует иксу всю эту ерунду мы складываем да то есть но теоретически можно было бы наверно строку лукатить один раз поскольку у нас ну короче такая же оптимизация не суть в итоге чё нам создаст for for создат нам секвенс из значений сумм типа там 23 124 125 126 и короче вот такой вот будет длинный секвенс для каждой для каждой пары x y он даст нам число которое мы собственно ищем наши применяем функцию макс которая из списка чисел выбирает максимальное число ну как бы все а дальше 10 ну здесь вот какая-то верно написано но мы мы поверим что она правильно это не описал но так нельзя писать на кожу и поэтому не берите а там условиях задачи что нужно максимальный хорглас найти да да нужно очень странная конечно задача типа новую в жизни такого никогда не видел но но почему бы и нет да давай мы решили все меня мне немножко раздражаешь решенные не очень отличается от от нерешенных типа здесь там прям залитым зеленым там сверху салф челлендж кнопку такую бы делали было бы вообще огонь да 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 вот такая я и так ожидал так видим задачи пошли у нас четыре минуты наверно уже мы идем мы не решим давай 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 я уже мне кажется мне видно что я уже кончился я причем наш у меня еще стрим задержкой я такой сижу пытаюсь вообще от дупли что происходит ты решаешь быстрее чем я понимаю задачу это какие-то один через зуму смотрите не через давай следующий раз можно пошарить чтоб экран чтобы было творил таймы как туда так вот из задачи на большая куча носков которые нужно соединить по цвету вам дан массив интеджеров который показывает цвет каждого определите сколько тут пар одна пара цвета 1 и одна пара цвета 2 о это кстати на кожу вообще шикарно решается если они здесь написали вот этот интеджер н и рэй н н это что н это это количество носков а рэй это размер этих носков да то есть нам на самом деле короче вообще сейчас шикарно решим на коже по прям первое что мы делаем мы зовем функцию frequency так что такое frequency подозреваешь что это количество частотность каждого элемента она возвращает нам соответственно типа элемент такой количество пар количество этого количества этого элемента столько-то да то есть вот для вот этого массива допустим 1 2 1 2 1 она вернет там у единички типа 3 у двойки тоже 3 у тройки 1 вот дальше чем мы делаем значит map мы наверное пишем map некий да элемент нас вообще не парит и каунт это каунт сколько этого элемента есть нам нужно каунт превратить в количество пар для этого мы зовем функцию квот каунт 2 квот это короче деление без остатка то есть если так здесь у меня открытый питон но питон нам не нужен значит по идее квот 3 2 должно дать один круг вот 11 2 дает 5 ну понял да короче 10 это короче количество целых пар типа деления и остаток выбрасываем а потом суммируем все это есть мод а есть код ну и короче да ну да и дальше мы это все делаем reduce плюс 0 короче вот так вот ой как я люблю кожу вот когда какая-то задача ложится на кожу это просто мы не решили короче не ты держи тебе в коде накосячили да не скобка забыл нет ну да конечно вот здесь вот здесь какая-то ерунда написано так map frequencies да вот так вот тоже не мальчик скобки даже мы с облаем лучше матча чем эта ерунда так она и был туризон силу ар а потому что я ну кто пишет ars 1 r реально ребят они не знают как правило сокращение что они неправильное количество аргументов переданы функцию fn короче сюда куда-то куда-то неправильно да все правильно потому что когда ты теряешься по мапе у тебя типа элемент итерации не суть это вектор из двух элементов ключ и значение вот решили submit блин вот это мне нравится потому что мне нравится потому что это красиво ложится на коже ну кого ну куда как бы красивее здесь можно на самом деле у звездочку это решил получил смотри мне даже я надеюсь что по результатам я в гугл гугл приглашают или чем такое а я решил нужно количество задач сейчас я подумаю можно ли здесь как-то еще изящно это решить в принципе можно можно сделать редюска вы вот здесь вот но я кстати не уверен что это будет лучше и ключ значение сейчас не это не так красиво но можно сделать но это не так красиво и даже это может быстрее обработала но так красивее я считаю ну кому он где где конкурс красоты для кода вот это вот это она короче мне кажется мне очень понравилось вармап челленджес ну чё будем закругляться наверно мы в принципе нормально побежали да давай еще одно решиму и еще одно классного задачами прямо посчитать долины чё-то там чё-то там короче есть некий хайкер который ходит либо вверх либо вниз по горе до хайки всегда начинаются на уровне моря и каждый шаг вверх или вниз представляет изменение на единицу мы определим короче если мы находимся выше уровня моря и у нас пик то это считается то это считается вершина а если мы находимся ниже уровня моря и мы типа опускаемся то это считается долина нам дана последовательность путешествие этого хайкера найти и посчитать количество долин то есть вот он типа идет вниз вниз потом вверх 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 и вниз вниз да это выглядит примерно так вот он она типа здесь другой поставили снова типа он поднялся вверх на единичку это у нас гора и потом спустился вниз значит это была гора это типа но гору мы не считаем потом он спустился вниз спустился вниз это оказалось долина поднялся вверх спустился вниз это еще одна долина а здесь почему-то один написано чем один кстати а потому что ниже уровня моря это не поднимались выше уровня моря чтобы спуститься еще раз ниже уровня моря понимаешь вот мы начали поделись вверх над уровнем моря и спустились молодцы скобочки затащили с исковочки затащили братсуха борцуха привет респект спасибо большое я думаю надо еще пару часов до стримить потому что она ты только поехали надо разумное время стримить значит то есть я неправильно понял да ну ты говорил что долина считается когда мы спускаемся ниже уровня моря а это получается одна долина просто в ней есть какая-то возвышенность то есть короче каждый раз когда мы пересекаем уровня моря это начинается где-то считается типа алина да 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 ну окей steps и пас степс это креста шагов пас это собственно подожди он там пишет долины считается два шага вниз пролистай в условии задачи вверх где там нас повышенный можно немножко не считание не так нет вон там в или секвенцию в консенсусе в степс белого силы его стартинг виза степ down from силу and ending the step up to силу каждый раз когда ты опускаешься ниже уровня моря это типа долина карта скоба да да вот там антон правильно пишет как дальше в этот чатике что два шага это только про пример там потому что с пример такой продавца году ну короче чего тут как бы все просто мы типа говорим леву пас пас на такс температичина я не знаю как ее на секвенция критер шить или еще чем-то значит здесь мы пишем cont empty пас а ну и нам нужно еще вылезть но если пути закончились так вот даже мы возвращаем долины иначе степп first пас давай это перенесу в соблайн просто лишь там текст редактирования удобнее значит мы типа дальше у нас идет cont равно или даже кейс степп нужно понять ps int а чем кейс как пыр сын то и подожди как это просто они пас это redline команд пэйлис короче вот это string если мы и терируем то это будет как и там короче засада в том что в коже есть либо это стринга а есть понятие характера и они несравнимы поэтому нам нужно менять это значит дау мы здесь делаем реку значит уменьшаем левел текущий на next пас это значит или даже вот так вот сам стринг один а дальше долина каком случае это долина если если мы шагнули если левел был ноль и мы шагнули вниз на то увеличиваем надо 1 1 же равно надо в клаже нет сравнение не понял 1 а ну там в коже есть два сравнения есть равно равно она только для чисел работы то есть равно она для всего работает на самом деле можно одно кусать можно 2 я не очень уверен в чем смысл 2 типа быстрее может быть ну короче если это авто мы просто увеличиваем левел на отрезаем жопу вот этой все м текст не уверен что м ти работает на строке если мы идем вверх там их счетчик долин ну точно не увеличим да ну как будто вот так вот попробуем блин дайте задача еще как семечка щелка сейчас это кажется что надо что-то кэшировать я порешал на самом деле хардкор хардкорную задачу на но без стрима там 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 типа ну типа решить я можешь быстро а потом тебе нужно выкупить чего там лимит чё за тайм лимит да казалось бы как тут можно ускориться а как можно ускориться можно под строку не брать то есть substring создает теоретически строку поэтому мы можем например считать индекс 0 если индекс больше это возвращаем иначе степ равно не очень понятно чего у них там может быть за с перформансом здесь здесь как бы это задача в которой теоретически невозможно оптимизировать перформанс тебе нужно обойти n 1 строку быть что тут можно оптимизировать таком он какой здесь перформанс нахер ну вот я да могу представить что под строку можно не считать потому что ну вот смотри-ка потому что а еще что-то заработал смотри да как там ловим что там что-то крутится лава хамутится зависит контекста ходила до кодила крутится продвашь угадок пример окей решили короче да вот это сейчас было очень нечестно с их стороны типа кому он ну sub string и считать мне просто мне просто интересно что у них там за инфраструктура в которой вот эта разница к тому типа берешь ты sub string или или не берешь то есть по сути наша проблема была в том что мы создаем n под строк на каждом на каждом шаге мы создаем одну новую под строку до чего у них за инфраструктура которая может почувствовать что ты но типа формально это чуть-чуть дорогая операция но большинстве этом в продакшене она почти незаметно скорее всего было бы они таким образом почувствовали вот типа мы поменяли под строку на индекс с новая строка не создается мы просто лукатимся в нужное место строки и начало проходить по перформансу то есть это должна быть блин очень чувствительная херня к перформансу и это очень серьезно потому что ну типа представь что тебя у тебя есть задача посчитать перформанс какой-то задача да правильно и ты на каком на амазоне каком-то это по определению невозможно короче посчитать потому что у тебя там куча и шумные соседи шедулер какой-то там твоего этого ну да пишет что может быть очень скорее всего не считает на больших строках но неужели так так деградирует перформанс объем деградирует чух вот мне интересно а есть способ как-то смотреть я просто думаю что мы же считаем но типа можно ли еще упростить например мы считаем что мы пошли вверх и но мы же можем понимать что ну то есть по сути нам нужно пересечение силы волода но мы проверяем только один раз когда мы идем вниз когда он начинается вниз чего-то снега по идее все равно надо всю строку перебирать то есть я имею ввиду что тип какой-то способ чтобы по сути нам нужно читать долина долина это только то что вниз от силовала здесь без вариантов тебе нужно всю строку проходить линейно здесь здесь вообще нечего оптимизировать но здесь видимо видимо и эти самые задачи то такую типа из задачи на то что не нужно ничего оптимизировать вообще на самом деле я когда прихожу на собеседование мне дают такие простые задачи я сталкиваюсь с тем что я тупо ветер в голове это значит простейшие операции забываю не знаю это такой сидишь думаешь блин а как это мне знаю сделать мапу такой сидишь и тупишь об этом каждый них создаешь такой типа пришел на собеседование это такой сквозняк говорит такой более еще когда время ограничено очень сильно у меня было раз пару раз когда типа интервью этом 30 минут ворую твоего времени рассказывая про проект рассказываешь ли вообще интересно на интервью x не знаю как решать задачи потому что ну типа быстрее чем 30 минут очень сложно что-то такое существенное решить но типа даже 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 простые задачи они там 15-30 минут типа вот то что мы сейчас решали это же но они нормально времени отнимает если еще код писать я уверен что если посмотреть там будет но минут 15 как минимум это супер простые задачи то есть я очень не представляю как на интервью но представляешь там решать на собеседнику там типа как он делал у кэш его можно объяснить типа в общих словах если заходить это вообще в общих словах его за две минуты расскажу в чем смысл да и какой тебе нужна какая нужна структура данных там типа всякие добыл линкет листы и все остальное вот находить это сидеть а потом еще считать делать ошибка там с индексами там объебался но чтобы все тесты прошли то это сильно больше по времени мы тоже с ладом решали сидели на сколько мы час наверное сидели решали это я не помню мы добили добили один тест кейс падает и все это такой блин где я перепутал индексы а кстати вот на хекке рамки прикольно что ты можешь купить типа решение не решение от из кейса вот смотри типа вот я где-то садмишь сейчас если у тебя что-то валится да и какой-то с кейс ты можете по его онлок нельзя там хакос это типа твои очки которые тут же и набрал а это очень удобно если просто так да их не показывают да но но тебе показывают ошибку или тайм-лимит эксидит если ты хочешь задрочить конкретный из кейс ты можешь его онлокнуть я так вот решал задачу вот у меня есть какая-то задача сейчас где-то посмотреть нет и стрки что не решал мне кажется ну короче я так и решал потому что ты на вот эта мерка in construction сайт а я типа у тебя в задача проходит но не проходит по времени ты короче идешь смотришь но берешь у них какой-то тест кейс который у тебя не проходит вот у меня допустим чуть не показывается какой-то из них я онлокал его можно скачать обратно и локально тестить потом после этого мы как правило ты набираешь допустим вот эта задача набираешь 100 очков от из кейс там лог это 5 очков запас там еще запасы у меня вот сто восемьдесят четыре сто восемьдесят пять очков что я могу разлокать сто восемьдесят пять делить на 5 37 из кейсов на городского разлокать тебе нужно на 100 этих упасть и у тебя будет красивый рэнк четыре шестерки мне интересно как они этот рэнк меряют насколько ты ну типа литкот тупо мере да вот мы уже видели что мы по саду мишином смотрят типа успешный саду мишин успешный а это он по количеству очков вот этих которые ты тратишь на ноги не они так там насколько я понимаю там есть задачи у задачи есть оценки и они не линейные сейчас смотри вот старки есть тот же самый да ой construction сайт и буча задача совершенно вот я типа вот смотри типа я решил первый первый вариант он пошел сколько этот из кейсов и набрал мне уже 33 очка это я решил треть там из кейсов видимо потом я решил хуже потом я решил чуть лучше потом я почти все решил набрал 94 а потом я решил уже совсем сильно брал 100 вот если бы я остановился у меня было бы где-то там но меньше чем максимум а они не суммируются да то есть вот это ты набрал 33 100 и я думаю что максимум берется ну по конкретной задачи а вот было бы забавно и суммировались теперь ты мыслишь как программист да нет ну а так они суммируются видим но и видео можно дрочить там кучу на самом деле я могу сказать что очень помогает даже банально вот просто посидеть порешать даже вот так вот сайдкиком таким да просто немножко переворачивается голова но и я не знаю вот на работе я не помню чтобы ничего такое не нужно было сколько я сидел да даже блин тестовое задание присылает который на интервью ну типа у них нету этого всего смысла нет таких проблем да 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 я не знаю еще видел там типа ребят показывает вот мне предали тестовое задание типа сделала и там интернет-магазин тестовый я такой сижу говорю тепляп такой даже не стал делать потому что но это тупо время жрет на той же джанге там больше продрочить всем чтобы это настроить его тоже как последнее дело тестовое задание типа вот я писал там максимум 8 часов я все это делал чтобы его написать а потом сидишь тесты нужны нужно ридми их нужно что там нужно make файл сделать чтобы она собиралась потом тебе нужно весь выхлоп выдрочить чтобы он был так же как у них потому что за где-нибудь там скобку не так поставил и такой ну думаешь а если у них автоматические там этот проверял к они будут же проверять по дней потом ты увидел что ты по полям джейсон не перепутал местами и так далее так далее такой донатит по ссылке там в описании у да он скинули уже ссылку ждем донат стрим не закончится пока донат не придет пока 4000 не наберем будем пиздец здесь уже почти четверть набрали практически а что у тебя за батарейка такая которая не подключается кой батарейка камеры которые не подключаются к розетке или к юсбиха но там как бы там смотри там юсбиха используется либо для зарядки либо для того чтобы транслировать видео поток в комп и видимо транслируешь ее поток она он недостаточный но типа зарядки недостаточно короче она садится в прошлый раз она села у нас конце стрима да я помню можно купить короче дисси дисси каплер что ли называется смысл такой что эта херня которая выглядит как батарейка и ты и вставляешь в камеру как батарейку но из нее видишь шнур и втыкается в розетку типа я понял понял ты такая наебка и она работает бесконечно и так ты можешь из своего дорогого аппарата сделать в камеру ну в принципе хорошая картинка всего лишь в камеру а чем ты это макосе и захватываешь ну вот у меня фотик и к нему идет собственно туза которая это все а вот fuji короче у них у меня был вот такая вот кухню хуёвенка интересный iphone же можно прикрутить по сути да я так и делал я так и делал где долго фотик купил я короче сидел с айфоном и это вообще тривиально ты берешь короче вот это вот кама studio это туза которая собственно с айфона захватывает и ставишь его на iphone ставишь ее сюда у них есть бесплатная версия кстати будет watermark но в принципе вполне с ним сидебельно и втыкаешь дано что по проводу втыкаешь его в фон и все это из айфона сидишь картинка уже лучше чем сто процентов веб-камер потому что веб-камеры это пизискали говно не знаю могу ки особенно я прям даже не знаю что они столько денег за него хотят не могут нормальную камеру тогда не в макбуке макбуке просто жесть в камера в какой-то момент ну я типа переехал и такой задался вопросом типа как сделать все сетапные ну типа могу ки мне не нравится такой думаю куплю на амазоне короче веб-камеру ну и пошел там за 100 баксов за 200 взял типа они меня все пришли я такой включаю на них супер говеная картинка я такой ха-ха-ха типа вот и все но отправил обратно все веб-камеры которые там благитех рейзер короче они в районе 100 200 евро это полное говнище а 300 евро мне кажется можно же фотик купить и там будет на уровень выше это все надо спросить веб-камщиц чем они пользуются я на самом деле был очень шокирован тем что типа веб-камеры которые продаются за дофига денег и у которых вообще нет никакого смысла в них кроме как работать веб-камеры да но там телефон фотоаппарат ты можешь понятно еще использовать как телефон и фотоаппарат в веб-камере но ты не можешь никак использовать и они они супер говеное качество дают просто отвратительное вот если включаешь iphone это уже мега апгрейд типа вот картинка с задней камеры iphone это мега с картинка с фотико ну-ка еще хатер улит 666 рублей но это не счастливое число тоже не можем закончить стрим до такого а где ты в эту бы джек как где его донат я не знаю может быть просто поинтересовался как донатить донатить и собирался пхп спасибо большое но мы как бы в интересах не будем конечно пока бы программировать никогда но сколько надо донатить чтобы решать задачи на печке интересного пробы вот эти смех смехом говорят что пхп-то там прокачивается потихоньку вот когда я где-то недавно в чатике читал что там джид завезли паттер матчин завезли потом еще дрова бюджет твой у спасибо отлично рад что даже я когда был на конференции и типа 1 это просто конференция была там веб-разработчик или дизайнеров даже и и зашел на какой-то доклад по php они там такие новые фреймворки обсуждают что-то там еще чего-то там пхп-7 это куда нифига себе я думал короче типа у меня в мозгу пхп это что-то что осталось как было каким-то чем-то непонятно как осталось у него есть своя культура и развивается великий проект на самом деле что он но типа сделал программирование доступным для всех и веб-сайты в для всех а ты не помнишь мы с тобой в clubhouse и сидели когда чувак рассказывал про то как он темы что для wordpress и продал продал на миллион бакс вот эта камера по моему тоже полное говно и вот конкретно и я не пробовал но я пробовал по моему рейзер который еще даже типа считается лучше и дороже но я бы не верил в это все дело для видео skype звонков можно подключаете подключайте телефон android iphone телефон у вас уже есть наверняка в сто раз лучше будет картинка следующий раз попробую iphone подрубить у меня тем более даже штатив есть то есть его даже закрепить легко все кама studio короче бери бесплатную версию для начала типа она бесплатная я как на самом деле полношку пил что у них у них как бы основной засада что она она покупается за подписку они не разово а блин вот эти тысячные темы ну я еще понимаю за идею платить подписку а вот платить спасибо антон спасибо антон но я не знаю это зовут на знает а я знаю за тут половина я наверное да спасибо большое чудом у нас получилось 1800 не фига си реально кругу вот ну короче топовая программа я на ней на митингах сидел где-то по полгода наверное как раз на ней пока фотик не купил к ней кстати еще вот она хочет обновиться и пошла нахер к ней кстати прикольно еще не обязательно к ней вообще просто порекомендую раз уж она зашел разговор у меня здесь нет что ли ее есть мама хамама вот такая короче программа прихожу нас прихожу на стримы узнаю новые программы в прошлый раз дашь в этот раз кому короче ну просто топовая программа которая это примерно короче похоже на abs для видео звонков ну как бы и смысл в том что ты можешь себя вырезать из фона делать всякие разные фоны анимированные и двигать самого себя вот как бы типа то что мне кажется должно быть по дефолту в любом видео звонки но этого почему-то нет слушай я вот иногда у нас сидят там ребята в зуме на звонках нас на этих модели как ты включает себе вот такой фон но она прямо очень отвратительно работает может зумовская встроенная какая-то пыня но я прямо иногда смотрю человек знаешь такой как привидение выглядит то есть его так смазывает что он выглядит просто как привидение лучше черная или белая стена хотя бы нет этих артефактов вот и короче единственное отличие что она она позволяет не только фон по сути поменять она позволяет тебе еще самого себя двигать то есть ты вот вижу здесь чувак типа вот он вырезан и он правый верхний угол все задвинул а ну как бы кадр при этом вот это весь кадр вот этот вот ну я короче там короче прикольно программ она она типа в идеале мой идеал это что-то штатить что-то типа оба веса но для видео звонков его нигде ты просто берешь на эти слои создаешь короче и такой вот у меня допустим вот мой фотик я такой хоп себя подвинул в нужный угол почему так нельзя сделать казалось бы очень вот тебе написали что донат зафера код а я наверное еще по рекламу никита из patreon и там на месячном базисе можно поддерживать разработку эфира кода и всего остального не знать выпускаешь апдейты для перехода патреон да есть вот он патреон короче патреон тоннский хиро код теоретически да но короче сейчас у меня просто очень длинная штука я пытаюсь выпустить в новую версию эфира кода и сделать тузу для конфигурирования лигатур то есть типа что ты можешь нащелкать себе разные лигатуры и собрать а прикольно собственный билд вот и вот эта штука очень долго тянется я просто пытаюсь из этого платный проект сделать типа фиро код ты можешь скачать бесплатно если хочешь кастомную версию за деньги если не нужно два равно лигатура доставить равно и вот это короче штука тянется просто уже полгода наверное типа вот это классический хобби проект когда короче но суть я сделал там за неделю типа вот сама штука которая запускает скрипт которая билдите нужную версию фиро код эта неделя в веб-сайт вокруг этого авторизации письма короче в это все херня это просто короче невозможно и так задолбался слушает у меня очень меня вообще последнее время я прихожу к мысли что само программирование какой проекта типа это даже не 20 процентов у тебя больше масса это блин не знаем начиная там домены сайты лендинги все остальное документация типа закапываешься в это больше чем программирование нужен сас какой-нибудь что вам чата бомбочек спасибо за донат без сообщения да я я кстати вот я ровно об этом короче думал но типа прикольно было бы сделать какой-то конструктор который берет на тебя на себя авторизацию сбор денег и в принципе и рассылку там писем каких-то потом вот восстановление пароля там да это все да а ты а ты создаешь только страницу короче которая типа доступна за деньги и лендинг допустим бесплатно у тебя еще хотя бы у тебя же резидент ты же резидент германии да сейчас здесь ничего лишнего не говорю у тебя strike еще есть я такой недавно зашел на strike такой думаю вроде модный сервис вот и он такой типа русский паспорт идти поедет мне остается такая типа чем рыбакаса блин брать какой сейчас век год но здесь как бы тоже это кстати словно но он там вас так тоже он же на strike переезжал к патреону я смотрю с пастрика в основном и консультировать задачу делать потому что он говорит что по патреону очень сложно налоги репортить а по strike пути позже просто поэтому я сначала хотел патреону подключить потом такой пообщался с ним и решил на strike видео я думал патреон сам платить налоги видимо нет ну по рассказам вас то есть налоги берут два раза первый раз берут налог как ну смотри я например заношу доллар и на самом деле я плачу не доллара доллар 20 потому что там ндс идет да я планирую доллар доллар 20 то есть я уже заплатил по сути налог с этих денег и вроде как очень нетривиально объяснить немецким властям что ты типа ват уже уплатил вроде как вот и я надеялся что типа ну типа налоги уже уплачены это сумма которая там светится она уже по сути должна быть летать без налогов но за вычетом комиссии до патреона вот а если еще нужно еще еще раз 20 процентов на это заплатить налог на это вообще просто жестко я не знаю насколько я понял в астрик в основном мигрировал ну типа одна из причин у него была что очень большая комиссия то есть патреон очень много денег берет и поедет ну как он берет типа фиксированную сумму что ли но типа если ты платишь доллар то ты получаешь очень мало в пациентном соотношении типа 80 центов а если платишь 10 долларов ты получаешь там 19 20 тоже гораздо больше в процентном соотношении вот ну короче да вот ну а потом он мне еще рассказал что как-то они типа пытаются заплатить налоги за прошлый год с патреона и это гораздо сложнее чем со страйпа и короче и как бы еще не хочется продавать продукт за подписку потому что типа я сам не люблю подписки я знаю с удивлением там обнаружил кто там дашь он же без подписки да ты же 1 расплатишь и вся типа таких программ очень мало по факту остается чтобы один раз заплатил и пользуешься им и все хотят подписку да тут в чате спрашивают нужно ли из патреона платить налоги насколько я понимаю либо нужно либо не нужно но очень сложно объяснить немецким властям что произошло почему типа не нужно платить налоги я понимаю что основная загвоздка вот в этом вот я до сих пор как бы собираю мало денег ну вот у меня типа 462 доллара в месяц за и вроде как это вот это уже лично получается получает 5 тыс короче пока мной никто не интересуется вот поэтому на плюс это все войс в россию еще в россию вот и там это пока никому не было не интересно вот в принципе соблайм же недавно перешел на подписку ладно они говорят что типа теперь наши лицензии лицензия будет на три года раньше них было бессрочная лицензия но на major версии то есть типа ты если ты купил вторую то третью версию когда выйдет тебе нужно покупать снова сейчас они сделали типа что подписка на три года они даже не подпиской не называют как бы толком ну короче план такой три года апдейтов а потом апдейты просто останавливаться заноси еще раз да 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 я как бы я с удовольствием мы соблайм еще любимая программа слушая соблайм пробовал не вывез мне как-то сложно но и я я там не вывез и соблайм не вывез этот как вижу вот не вывез мне вот эти вот конфиге в дживаскрипте прямо отбиваются желание и в чем я сижу у меня пай чаром у меня веб шторм и идея комьюнити но я не просто я бы но я по работе в идее сижу на каждый раз когда я запускаю просто еще проклинаю все на свете я для для этого у меня для кложи у меня курсив жонда называется плагин для идеи да да пусив причем не дали эту лицензию бесплатно я поклянчил написал типа но что я не для коммерческой разработки вот и мне дали просто ключ начну зарабатывать если положит она будет покупать прикольно прикольно ну не короче не знаю но у меня как бы у меня меня на опыт использования идеи накладывается тот факт что я сам работаю jetbrains и мы собственно типа работаем значит брейнсовским репозиториям вся intelij ultimate это типа наш рабочий проект каждый раз когда запускаешь идею ты открываешь ultimate может быть если бы я открывал проект из кложевский проект на 2000 строк это все было бы гораздо приятней но типа когда открываешь эту херню и там там просто пипец типа check out это занимает минуту короче стартап занимает минуту все время какой-то индексинг вот эти диалоги бесячие типа ой я обновила плагин короче не хочешь перезапуститься ты такой понимаешь что перезапуститься эта история на 10 минут короче потому что она перезапустится пересчитают все индексы короче там что-то еще куда-то посмотрит и и короче у нас гид короче гид статус на intelij репозиторий занимает 10 секунд типа если хочешь узнать какие файлы ты поменял гид статус до секунд еще типа билды то есть типа сейчас я закончу просто мысль как каждый раз как нажимаешь build с какой-то долей вероятности котлин у тебя не сбил лица потому что у него не совсем детерминистичные инкрементальные билды и иногда он может застрять в таком состоянии что нужно все чистить и типа и билдить заново достаточно регулярно случайность то есть ошибки никого нет идея там репорит ошибку и короче просто пипец короче там код подчеркнутый красным потому что короче она просто еще не успела прийти в этот код и его посмотреть ты нажимаешь типа build и он билдится но все еще почерпнет красным sublime короче sublime ничего не умеет ему вообще все похер для него все все языки программирования это просто текст короче который из которого ничего не знает как делать но зато он работает быстро предсказуемо одинаково для всего билды там скриптами запускается у него есть клуб репор клажурный нет это основная засада вот посмотри вот видишь вот типа допустим кожа программа да я нажимаю шутка то есть но условно нажимаю команд б и он здесь билдится это короче билд конфигурации которую я написал сам которая вызывает cld минус main и типа типа не очень прикольно слушаем по идее если надо написать репа я все как я перешел на sublime я все хочу написать репа вот так не написал может быть как интересным проектиком как этот он же там плагинами до встраиваются да да нет а можно писать там плагин на питоне я даже писал где-то на такие базовые плагины вот у меня этот райтер который тему переключает вот он на питоне написан я даже уже начал к нему есть репа универсальный и к нему и к этому универсальному репу есть типа версия для кожи но она к этой банутой там типа ей нужно то ли project seo g имеет то ли еще что-то я не очень понимаете понимаешь чуваки садятся писать и и в исходе тоже такая же засада все плагины для кожи у них какие-то очень странные предположения о том как должен быть устроен твой проект я вот это вообще не понимаю для меня репа это короче сокет которым ты коннектишься и все типа ты сам где-то запустил программу а дальше ты из редактора говоришь коннекция к этому сокету и типа ей похер я должна где она запущена и все остальное куда пойдешь да даже этот же который сидор и максовский его же прямо хочется на продакшн сервер пуля и открыл репку и подключаешься и фигачешь насколько я помню и максов уже не трогал и слушай в принципе наверное если большой проект огромный то да идея наверное будет не вылазить у меня всем относительно маленькие поэтому в принципе комфортно а еще у microsoft вроде была такая штука как в фс по моему как раз для больших проектов где-то вас но это прогиб для чтобы гид быстрее работал то не подбыл в фс тип как он но как бы засада идея насколько я понимаю в том что те реально нужны все эти папки чтобы сбил ведь собственные исходники идеи там все один большой проект который билдится кстати самой идеей у нее нет команд лайн режима типа в идее есть билд система когда ты нажимаешь треугольничек вот это да это так называемый gps это java так и чистим не знаю как называть как что ты идея джебринская разработка под брейнс пакетч систем и она существует только в виде кнопки в идее то есть то что ты накликал в идее и ты можешь билдить нажав эту кнопку и никак иначе типа нельзя искал онлайн это забил тоже очень странно как бы херня подпишет что в соблайме destruction film free мод нравится соус соус ряду мне кажется соблаем сам по себе это destruction free мод по сравнению с интернет здесь вот ничего нет просто я просто шоке ну типа вот два таба да и вот этого дерева и все ничего не видно как бы это destruction и камон если запустить идею то есть не буду запускать но там просто тасс по количеству кнопок я значит еще вспомнил что меня бесило что hotkey например на конец строки в идее отличается от соблаймы я там в идее привык что типа команд стрелочка вбок или вверх в соблайме он не начинает выделять или куда-то не в короче я капец привык к такому поведению а он типа мне садись переучивайся вот а как поменять типа по простому по-быстрому я не нашел я такой я психанул у меня хотя были мысли я тебя начитался про соблами блин попробую если реально круто куплю я дальше короче триала не не вывез не там засада в том что на самом деле странные ходки как раз в идее они в соблайме возможно дело в том что я привык них типа типа соблами почти все ходки это системные ходки то есть они работают одинаково во всем макойся типа перейти влево вправо вверх вниз по этому концу строки прыгают на слова это все типа системные штуки а в идее они какие-то странные там реально команд вверх команд вниз не работает например непонятно почему вот и там еще одна шина как бы я до сих пор угорают каждый раз когда это всплывает что в идее до сих пор и в клавиши используется я вообще не представляю где на маке в клавиши типа где и брать я каш представляю где их брать но типа я сто лет их не пользовался ни одно приложение вообще в мире не используют в клавиши на маке кроме идеи типа это вот единственная программа я вообще забыл что не существует из честно я просто я как бы я не люблю фотки потому что к ним даже часто со времен и макс и не люблю тебя тебе их нужно упомнить и как бы ты два дня ими не пользуешься ты их забыл и тебе нужно опять споргалку вспоминать я поэтому сижу и мышки все плацу вот если я понимаю что я мышки клацу каждый день по 10 раз то я уже пойду посмотрю какой там подки вот здесь заучилась ушел на выходные вы вернулся выходных уже не помнишь на находке знаешь кстати что покосе и максовские хокке сохранили и макс есть еще странные ходки типа control b control н что-то такое типа begin line next line что такое и короче штука в том что по какой-то непонятной причине они работают в макосе типа самых старых версий макоса они поддерживаются типа ты можешь нажимать и вот вот control нет для control b что ли не ну короче не знаю какие-то шеи control они даже в идеи работают на один символ назад а control н линия вниз у меня в sublimax не работает ну-ка нет что у меня control н не работает команды контрол п контрол в чуть-чуть не работает не знаю может я напиздел но короче есть такое где-то я к это изучал какие кнопки нужно поддерживать макосе и там были и максовские ходки вот во всех текстовых полях работают вот она начинает текстовое поле ну давай сафари откроем какой-нибудь партик камера ну видимо у меня какой-то неправильный или на control использовать короче ты не перемапливал никак клавиши может быть там программу ли какая-нибудь моя раскладка может быть из-за этого конечно реально это за раскладки смотри его работает control н control п вот я нажимаю control в это же тоже беда и максы что там ход кейн только на одном языке работает типа на русском переключаешься и поломались очень странно но короче дайте за раскладку ну да вот все работает не напизденность все правда такие вот туда это как как жопа коня повлияла на дизайн спутника короче с этой серии да я слышал что типа куда-то не проходил в тоннель что-то для парень или а потом 9 ракета диэнтро туннеля и так далее ну чё клево посидели да совершенно нормально нормально давай следующий раз ты тогда решать будешь я буду советовать я буду сильно медленнее решать поэтому не проблема вот парное программирование я буду говорить всем спасибо ребят кто смотрел да спасибо большое и всем привет атрелка комментировал писал помогал удержать еще разу буду решать долго но правильно у тебя же кстати дизайн систем дизайн интервью так что давай тоже да я понятиями как ему готовится youtube смотрел нет нет еще посмотри я как бы посоветовал бы но я сам не понятия не имею что слушай давай еще две минутки расскажи ты в это же б проходил по классическому сценарию интервью тебя взяли так за заслуги за заслуги мне кажется меня попытались спросить короче меня даже не предупредили что будет интервью и в середине там типа разговора по душам меня что-то начали вдруг внезапно спрашивать что-то про парсинг как бы я делал парсинг чего-то я такой это чё задача что ли типа типа ну так то и ты что-то ответил короче я так и не понял что мне сказали короче ну да я как бы но я там типа знаком был с чуваками которые в команде в которой я иду они меня знали я их знал поэтому я в гугле сейчас или в гугле или фейсбуке я где я короче один раз проходил сисим дизайн интервью я прошел его неправильно потому что вам короче была такая какая-то херня короче чувак говорит давай за дизайнем instagram не даже так он сказал так давай за дизайнем короче сервис типа инстаграма для шаринга маленьких фоточек такой ну давай типа говорит то типа чем-то занимался верно вот и подопи давай горит дизайните api тогда я такой накидал короче ему эндпоинты какие-то он говорит а что если короче говорит что-то короче говорит это горит не пойдет потому что если будут загружать большие фотки типа такое пибу не будет работать игру типа в смысле мы же типа изначально говоришь что мы для маленьких фоток это делаем будет нет давайте поделать стриминг и вот короче мне засчиталось что я типа не придумал как сделать стриминг ассетов в api типа когда ты оплодишь и ты оплодишь чанками на каждый чанк свое подтверждение короче какой-то кухню типа вот то что я этого не сделал он это не засчиталось как минус хотя он типа изначально сказал что типа мы будем маленькие файлы загружать где потом кому фотка 100 килобайт допустим на хера там чанки ну и короче мы не сошлись во мнениях как то так вообще насколько понимаю все интервью это элемент удачи на кого ты попадешь элемент удачи что тебя конкретно спросят элемент удачи насколько хорошее настроение у него и так далее вам не спорить с интервью рамки а вот у меня вот у меня всегда вот противоречивая вот с одной стороны ты не будешь спорить и будешь совсем соглашаться скажу что типа какой-то аморфный типа а начнешь спорить он скажите почему он сам умный что это спорил с кем-то мне какой-то чувак тоже дал какую-то задачу говорит давай напишем алгоритм я говорю ну вот он теоретически не разрешим потому что есть вот такой очки из типа всегда можно сделать решение типа случай который его придет бесконечно неразрешимой короче ситуации вреда давай изменим условия вот так structure все равно неразрешима это вот так то всё родился мой типа это же нормально что я говорю что неразрешима ты же типа понимаешь что оно не разрешима теперь мы согласны денег и он такой да да понимаю на так и не понял типа махера у меня типа каждый раз менял условия типа и тем не менее создавался. Короче да я так и не понял что хотел от меня то ли я что-то неправильно понял то то ли он еще один раз короче была такая штука но это не чистым дизайна просто алгоритмы я тебе предложил какой-то алгоритм чё горит не я бы сделал по-другому и скалами свой алгоритм грина мой бы тоже работал ну типа наверное я на самом деле не знаю типа засчиталось это или нет самый странный вот такие собеседы на алгоритм у меня были когда я не помню куда это было когда тебе дают просто блокнот онлайновый да все на все в онлайне типа интерпретатор обещал без тест-кейсов типа решай это такой ну вроде решил он такой нет не решила твое слово против моего слова не это еще не честно типа я такой блин ну я считаю что я она будет работать только я считаю что нет заебись а я тоже вот не мочи понимаю типа я считаю что не будет работать и человек бы это же нормальная ситуация типа у тебя всегда первый раз программу к это пишет она не работает запускаешь смотришь что не так и исправляешь проблему это это вообще не показатель ничего мне кажется это типа так и должно быть то есть говорить что течет не работает ну типа давай разбираться покажи ничего один а дело в том что когда ты пишешь блокноте по сути да вот ну тип на бумажке можно сказать ты же начинаешь там типа но я говорю тебе нужно вот такая такой метод давай попадут придумал типа представим что он есть ты пишешь что типа вот такое название методу типа нужно делать то-то то-то а ты вообще не знаешь как бы не помнишь там есть этот метод нет этот метод вот это такой и по сути ты решаешь уже псевдокодом решил таки нет не будет работать блин тут даже не о чем спорить потому что как бы у тебя по сути псевдокод который и они в голове интерпретирует такой блин ну дайте мне тогда какой-то вышло все вы решили что будет работать все время кончилось пока спасибо блин мне кажется между как бы интервьюер должен но в идеале идти навстречу соискателю типа попытаться более лучшую версию соискателя типа понять типа не дает 20 до мелочей зачем это нужно кому это вообще ну я вот не знаю мне как-то очень очень сильно зависит от человека потому что и бывает вроде такой доброжелательный сидит типа пытается помочь а по факту такой типу ленту мне не помогаешь никакой не говоришь больше запутываешь авито байду mail сейчас на фиддлерах интервью проводят там запустить можно прикольно есть честно я не не ловит они в баду не в mail даже резюме не хочу отсылать я ходил в google и фейсбук по по разу не был два раза фейсбук один раз но как бы я бы наверно не пошел то работать мы не знаю может конечно они там вагон денег бы отгрузили хрен его знают но камая не прошел в google у меня был один раз давным-давно собеседование телефонная с эйчаром который мне по бумажке зачитывал вопросы это значит такое ощущение что них там пол центр на тысячу человек да у него на фоне просто такое выпудение связь такая он еще звонил по телефону то есть прям овощей хера не слышно там все пердит трещит на фоне у него шум и он там не задает типа вопроса там типа вот такой сискал там типа в линуксе что будет делать а ты даже не понял что сказал сискал я только потом а сискал системный вызов а блять вот что-то там да там специально мне кажется люди которых реально по бумажке прогоняются один раз у меня было тоже типа такое и чар спрашивал не пугал уже не помню куда спрашивать там сложность там типа не знаю как правильно называется слово забыл достать из массива там элемент да такой тип но н но теперь логин что-то такое ответил похоже вопрос отвечаете по логин она мне такая нет неправильно правильно а от логин ну да 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 так а был какой-то пост еще куда чувака который тоже чего там его начали по какому-то патисе пистак вылечет такое спрашивать а он там тоже какой-то супер прокаченный чувак который там чуть ли не разрабатывал сипе стаги что-то такое и вот она где смешные ответы постил типа интервью и понимал гораздо меньше это фонд скрининг был он типа отвечает правильно и глубоко ответ записан очень поверхностные типа их не сходится да это всегда забавно за такой думаешь блин но зачем вы это делаете ладно я могу понять google все может позволить такой фейсбук все может такое позволить яндекс на кто же все может такой позвоночкам кому очередь стоит им наверно дешевле не нанять хорошего чем на нет плохого поэтому как то так на самом деле я прям последнее время я пытаюсь изменить отношения к собеседованию пытаясь как-то получить от этого не знаю какие-то лузы что потому что вы больше большинстве случаев самый лучший работы были без собеседования все если но наш формальных вот таких вот типа через ричаров там счет человек поговорил такой тип ты можешь это делать так я могу это делать ударили по рукам начали работать пока еще не было ни одного такого знаешь случае чтобы меня вот так вот взяли на работу а потом бы уволили типа как кровь непригодного такого поэтому нет не понимаю все эти пляски не одессе там к чисто кому больше нужно маленьким компаниям больше нужны программисты не всех берут большим компаниям программистам больше нужны большие компании поэтому большие компании могут ставить рандомный фильтр на входе собирать вот тоже не знаю про большие компании вот я прогул много слышал всякого что типа такой сложный отбор а потом человек приходит и сидит там не знаю год в мониторинг смотрит туда и вообще все равно кого набирать смысле там вообще никакой разницы это как бы им интервью это не показатель чего-то в google типа это просто просто рандом фильтр типа чтобы не нанять тысячу человек а нанять десять что они могут платить зарплату только 10 все равно какие-то люди вот то есть как бы устроиться там типа задрачивать не знает чисто из-за денег из-за того что перевезут за того что дадут опционы там четыре года потом терпеть все это дело чтобы получить их в принципе на старте если ты молодой и только начинаешь это очень хорошая штука типа у тебя будет типа знак что ты поработал в google и потом просто будешь ковить я думаю для молодых даже яндекс в россии очень хорошая строчка в резюме тебя научат там джири пользоваться гитом и плюс строчка в резюме дальше дальше когда нормально работаешь она подает такая более того они же все примерно так и оптимизированы они оптимизированы на людей у которых много свободного времени и которых есть возможность подготовиться не обязательно есть опыт то есть они же проверяют степень которую ну типа количество времени которые ты потратил на подготовку к интервью они твои реальные навыки то есть google это чисто очень алгоритмичная система тебе нужно там порешать н задач из книжки прийти в интервью и тебе эти же н задач спросят как но одну из этих задач и все как бы там они не пытаются понять что ты на самом деле умеешь из твоего прошлого опыта это чисто вот подходит ли квадратный куб в круглую дырку как этих у детей до игрушка цилиндр запихивать просто мне интересно а какой apple они же но я ладно пойму еще google там делает миллион там сервисов закрыл там открыл закрыл там ратировал мой там типа веб-сервис а вот apple они же там делают вроде такие вещи ну типа делать процессор ты не посадишь рандомного чувака который прошел алгоритмическую секцию делать ну там вот этот вот опять же но я имею м1 да там iphone чтобы сделать но именно если с инжиниринговой точки зрения это тоже не возьмешь просто с улицы чувака который умеет решать алгоритмы там же наверно как-то построже должен быть отбор ну кажется что да я не знаю честно говоря когда работает но как-то не знаю но выполнение не очень понимаю как работать но вроде как говорят что похоже на все остальное фланг фэйсбук apple amazon и google контакта фанги нетфликс нетфликс чем нет микрософтами интересно фангу м м и косов просто по наличию пиджака и этого сертифика вообще смех смехом а мне последнее время нравится микрософт что делают и мы прямо повернулись в такой них выбора нет да ну наверно по манг ну смотри этому nokia например nokia там топила рынок да и было монополистом по сути в мобилках они не смогли повернуться и все кончилось макия где где они теперь мне огнем макрософт молодцы как бы чё линукс прикрутили open source там какой-то пилят когда я пока не были самой большой важной компании как бы им это было не нужно сейчас они перестали и быть и все как бы сейчас в google и amazon им нужно теперь стараться они стараются мы мы выигрываем конкуренция делает вещи фейсбуком и гуглом вообще невозможно пользоваться теперь фейсбуком тоже не знаю и я начал считать chrome новым интернет-эксплореру ну да как конечно я им пользуюсь только для сайтов которые не умеют это обычный банк какой-нибудь кто там еще найти прям штуки два сайта у меня есть которые не работают файрфокс и сейчас кроме файрфокс они пидоры недавно вот у меня короче всю жизнь работал короче google meet и вот неделю назад как будто примерно они сломали как раз когда выходил новый апдейт мита анонс был и он перестал работать файрфокс и вообще полный у меня сейчас вот если ты видел у меня короче отдельный браузер чисто для google meet and brave я поставил хроме не хочу ставить а вот brave типа на хроме поэтому у него работает был умеет это проект который бывший опера нет это своя штука мне кажется но типа у них там тоже встроенные фильтры реклама чуть такое да файрфокс топчик согласен вообще мазилы красавцы мне всегда нравилось что они делают как они делают стараются быть этичными и так далее вот но мы прям видим как рыночек решает он что не раз закрыли до перевели его а рыночек решает откуда у файрфокса деньги google башляет за то чтобы они были дефолтным поисковиком файрфоксе а так что это все вообще на волоске как бы то есть файрфокс существует пока google разрешает ему существовать какой-то момент они просто начнут ломать google meet youtube файрфоксе привет они эти позже делали так и ломали просто если у файрфокса кончится какая-то критическая масса пользователей что ну там грубо говоря мы с тобой вдвоем останемся им пользоваться но еще 100 человек зачем ради нас это делать печальный мир больше сейчас подожди сейчас еще наши государственные дети примут закон что должен быть яндекс дефолтом по умолчанию за государственных деятелей сраных я вчера не улетел в россию а я не я читал новости до что там отменили на неделю перенесли рейсы германия россия они причем как бы типа вот они 22 или три дня короче не летали получается то есть на июнь не продлили люфханзу соответственно германия запретила аэрофлоуту и 7 летать это началось типа 1 июня и решилась то ли вчера то ли сегодня вчера по моему и я попал в эти сраные три дня короче как раз вообще удача топовая вообще жестко я не знаю как люди живут с этими переносами там рейсов и так далее типа ладно я не знаю наверно новосибейте жить а вот ты там летишь куда-нибудь москву да и из германии забронировался airbnb там заплатил его со строго и какой-нибудь консервейшем полисе переносят рейс это такой тепля у меня же оплаченной не вернутом 50 процентов мы как раз на бенге попали мы там хотели пожить и ну там разрулили в итоге через саппорт но это было не очень приятно блин нас как бы зачем все эти как бы проблемы а самое главное что это были чистая политика и как бы все эти как его и я вот вчера бомбил что все эти политические санкции вот это все типа должны как бы бить по правителям а бьют по обычным людям с обеих сторон ну да что они нас вынуждают голосовать не так ладно не хочу про политику особенно в паблике смотри еще одну задачу решил еще решил суммировать массив чисел это вармап это типа очень простые в тестовом заданием мощный reduce использовал знаешь когда ты у меня стоит машина там было и мне нужно было вот я очень долго ломал голову как не в реке сюда просунуть кого стоит машина до да 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 содержим или нового а новый новый цвет свежий салона только я такой вот отсылка к моей шутке мне короче если мне скажут что меня не берут я выложу на не дали отказ я такой тип на просили не выкладывать но идея подписал ладно окей давай наверно закругляться наушнику же сел один час 2 сядет я подозреваю уже 11 спасибо всем спасибо вторая концовка какого серии колец всем пока еще задача решать можно не отлично поболтали мне кажется отлично давайте на все стопы